МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Навинный регион» у студии Павел Савицкий. Витая вас, глядите вы в этом выпуске. Накольки повысилась уроджайность боржа у Могилевской области и у яких районах завершенный обмолот сборжа на присядебных наделах. День веда у Сонечна, Ти Дождлива и Як Могилевшина, Сустрыкая, первый день в осени. Выданием якой книги плануя отзначить свой юбилей Могилевская областная дуркарня и мяс Передона Соболя. Уроджайность сборжа у Могилевской области повысилась до 36,3 центнеров с гектара, поведомили у облсель Гасхарчи. У сего засталось убрать 1% площадь. Найбольшая колькость у городским районе – 1300 гектаров и 5%. На допомогу господаркам пришли комбайны с суседних районов. Вслед за колоссовым поедали аграры, пошнется уборка грешки и просы, и поспевая кукуруза на зерне. А ось у Бобруйским, Кировским и Костюковицким районах завершили обмолот сборжа на присядебных наделах, которые только и приступили до уборки колоссовых у населенства. До прикладу, в Бялыницком районе этой работы плануют выконать за 5 дней золиком выходных. Гэта везка Голуба у Кабялыницкого района. У многих селян пасеяны колоссовые, да прикладу. У Натальи Уладиковой з одного боку ячмень и пшаница, а з другого – жита. Усё окажет для власной господарки. Ячмень и пшаницу смешали вместе для животных. А кого держите? И утки, и индюки, и уси, и куры, и поросёнок. Это уже вместе пойдёт курам, а то будем уже молоть. На муку? Да, на муку молоть. А для кого? И для поросёнка, и собаки есть. Комбайн вовремя пришёл хорошо. Вот вчера в колхозе дожали, и уже комбайн сегодня пришёл. У колхозе родима Белынинского района за обмолот одной сотки працовники господарки и пенсионеры платят 50 копеек. Иньше – полтора рубля. С уликом Кольки-Палева беры комбайн – это личный шефская допомога. Отслеживаем, чтобы каждый участок до последнего был обмолочен. На сегодняшний день у нас в 31 населённый пункт 437 участков. Это порядка 75 гектар получается. Дабы мы не теряли самое драгоценное – это время. Как правило, есть ряд организационных моментов. Это оповещение населения о том, что комбайн идёт на тот либо другой населённый пункт. Это, как бы банально ни звучало, даже пресловутая наличность. Дарыши, у Могилёвской области убрано больше за две трати населянских наделов. Усягошь населёнством посеяно больше за 6 тысяч гектаров сбожжевых. Татьяна Сергеичек, Віталь Алексеянка, Новины Регионы. Первого вирусня школьный звонок прозвенит для 110,5 тысяч школьников Могилёвщины. Значная селетняя подея у сферы адукации – открытие у крышеве новой школы. В целом, по области, в этом году, колькость наученцев на узровне агульной средней адукации возросла на полторы тысячи человек. 11 600 маленьких шахаров в Могилёвской области селета сядутся за парты в Першиню. Доброму настрою на день веду поспрояя и на дворе. Сонечными и практичная безопадка очекаются первые выходные в осени. Температура поветра до 18-23 градусов тепла местами до 25. По информации об алгидромет, на дворе у Могилёвской области на початку в осени будет вознашать мостный антициклон. В пятницу и субботу солнечный, ветер заходный и полночно-заходный, в среднем до 7 метров за секунду. Так что опадки не повинны сапсовать школьные линейки. А в осенью неделю местами чекаются короткочасовые дожди. Дарычный день веду был теплым и летость, а вось абсолютный температурный рекорд у Могилёве в этот день зафиксовали в 92-м году. Каледённая температура досягнула маль 30 градусов тепла. Агульно-белорусский температурный максимум за всю историю метана зеранью зафиксованы в жидковичах в 2015-м году. Тогда и слубки термометров узнялись до 36,5 градусов со знаком «плюс». У ДТЗ под Могилёвым загинул велосипедист. Трагеда отбылась от 31-го жнивня у 9 годин ранец. Как поведомили у Диарша-Аутоинспекции, 50-ти годовый же Харба Бруйского района рухался на велосипеде по автодорозе Могилёв-Гомель. Недалёко от вёски новосёлки его сбил автомобиль Мацубиси, который ехал у бок областного центра. Это очень быстро произошло, пару секунд, бил удар, стекло всё в осколке, ничего не видно, и меня понесло в обочину сюда. Предварительно причиной ДТП послужило то, что водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения. Як поведомили у Диарш-Аутоинспекции, по факте ДТЗ проводится проверка. Распочата криминальная справа. Могилёвская областная друкарня имя Спиридона Соболя рыхтуется до векового юбилея. Хотя 100 год её исполняется у студене 2018-го, подрыхтовка до святкования идёт полной ходой. Самый значный подарунок друкары сбираются зарабить сами себе. Отзнашить 100-годовый юбилей Могилёвская областная друкарня имя Спиридона Соболя сбирается выданним книги про свою историю. Особной темой выданья станет тема книга друкавания, и кому сёлит в Беларуси исполнился 500 год. Над твором працуя ведомый могилёвский историк и письменник Миколай Борисенко. Книга обицае быть вельмизместовной и иллюстрованной. У могилёвской друкарни богатая история. Зараз полиграфичная продукция тут самая разностайная. С друку выходят усе областные и городские газеты, рекламная и школьная продукция. Что месяц, сколькость аркушов, которые выходят с друкарни, увеличиваются миллионными таражами. Если брать даже газеты, например, частные газеты, печатаются тиражом и 100 тысяч, и 60 тысяч, и 20 тысяч. То есть это очень большой тираж. Ну вот на ваш взгляд, типография сегодня востребованная? Ну конечно, нас много знают и в Могилёве, и за чертой города Могилёва. Но даже то, что мы в этом году занесли на доску почёта, как лучшее предприятие города, это уже говорит о многом. Поэтому я думаю, что мы 100-летние юбилеи встречаем и встретим с очень успешно и с хорошими показателями. Рамесники Могилёвшина экспонуюсь на выставах новый вид сувениров, сяродновинок, льняные дорожки и навыц диваны, які упрыгожены соломкой. Майстры рассказывают, что такие речи у минулой 100 годзи были популярны у селянских хатах. И вось рамесники адрадили гэтый вид декоративно-прикладной творчасти. Подробязности у Татьяны Сергейчук. Все ковры выполнены по старинной технологии. У нас они маленькие, чтобы удобно было их перевозиться по выставкам, по ярмаркам. Но в старину были ковры даже где-то 2 на 3, 3 с половиной. Какая мастерица, если она захотела похвастаться перед соседками, значит она большущая, где ковры. Даже находили такие ковры в пределах 2 и 3 метров. Гэтую технологию адшукал и адрадила рамесник ЗГУСКГ района Софья Месник. По словах специалистов областного центра творчасти, яна адзіная у Могилёвской области овалодала гэтым стародавним майстерством. А кроме диванов, по такой же технологии робить дорожки, ті рушники, упрыгоживання для столов. Она делает вот такие вот рушники, вот у неё коллекция таких рушников. Это уже современная мешковина, да, и вот она вот так вот её красиво оформляет, как и подарочные сувениры. Причим, такими сувенирами особливо тікавятся замежные гости. Дареши фарбы на соломку майстрица робить так само по стародавнему рецепту – зраслин. Тетяна Сергійчик, Миколай Соболёв. Новини регіона. З усімі новинами про життё в області Умуртя знайоміться на нашім сайті tvrmg.baya. На гэтым я з вами развітвуюся. Дякую вам за увагу. І до сувстречі в ефіре. Дякую вам за увагу. Дякую вам за увагу.